После пожара на Марсельска, 60, жители других многоэтажек стали задавать вопросы, а сработает ли пожарная безопасность в их доме и как быстро приедут спасатели. Позади меня находится один из жилых комплексов. На его примере мы проверим, как работает пожарная безопасность в современных домах. Недавний пожар многоэтажки сподвиг жителей других домов проверить пожарную безопасность в жилкомплексах. Госслужба по чрезвычайным ситуациям, разумеется, не осталась в стороне. Пожарная комиссия проверила весь дом и работу спецоборудования. Инспекцию начали с наиболее пожароопасного места в доме – газовой котельной. Сейчас мы с вами находимся в даховой котельне, которая, соответственно, к вымогу правил пожарной безопасности, должна быть обладнана первыми способами пожарной безопасности, такими, как огоньогасники, а также дополнительно обладнается модульным пожарной безопасностью. Такая система пожаротушения предназначена для того, чтобы локализировать пожар на начальном этапе без дополнительных специальных растворов. Если источник возгорания в одном помещении с таким оборудованием, то система моментально устраняет огонь. Такая система оборудована и в подземном паркинге. Но что делать, если место возгорания не имеет продвинутой системы? Для таких ситуаций на каждом этаже есть гидрант. Все они работают от отдельных пожарных насосов, которые подключены к специальной электрощитовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся на 15-м повышенном доме, бля пожежного кран-комплекта. Он обладает нас пожежным роковым, 20 метров. Это самый современный, самый лучший способ для гасения пожежи. Он способен и способен гасения пожежи. Пожарные рукавы упрощают работу спасателям. Ведь инвентаря, с которым приезжают пожарные, может просто не хватить. Поэтому используют те, которые находятся в доме. А если их нет, то уже приходится тянуть свой. А из-за высокого давления воды шланг может просто лопнуть. Рукав может выдержать давление силой 14 атмосфер. Однако чем выше дом, тем выше давление. Еще при строительстве здания нужно учитывать и план эвакуации жильцов. Поэтому все современные дома оснащены противопожарными дверями. Эти двери действительно противопожежные. Про что свечит наявность на этих дверях? Отповедного маркувания с значением ступени вагностейкости. А также механизм для взлетения дверей до закрытия. Благодаря таким дверям воздух не попадает к месту пожара. Тем самым он дольше распространяется. Также в домах присутствует система дымоудаления. Она работает в автоматическом режиме и срабатывает вместе с пожарным датчиком. Благодаря системе можно безопасно эвакуировать жильцом многоэтажек. Бывают ситуации, когда пожарные не могут сразу начать тушить огонь. Если возникла пожара в жильцовом доме, пожарные рядущики работают до напруги до 380. То есть не отключают и проводят полностью гасение пожар. Если горят, можете обратить такие силовые кабели, как тут. У них напруга больше 380. Мы ждем работников Обленерго. Они нам дают письмовый дозвіл на гасение пожар. То есть мы не можем подчас гасения, чтобы возникла загроза нашим працанкам. Все сотрудники жильцомплексов проходят инструктаж. Каждому из них объясняют, что делать в экстренных ситуациях, как пользоваться огнетушителем, а также ознакомливать с планом эвакуации. Как мы проверили, видим, что срабатывают автоматические сигналы на пульт пожаротушения. Соответственно, есть отработка наблюдателей, которые сидят здесь на месте. Поэтому я считаю, что в данной ситуации мы можем говорить о том, что система соответствует требованиям. Спасатели отмечают, что основная ошибка жителей многоэтажек при пожаре – беспечное отношение к чрезвычайной ситуации. Мол, со мной это точно не произойдет. Люди думают, что пожар обойдет их стороной. Но, как известно, только береженого Бог бережет. Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».